Куда сходить? В Батуми ночью поесть? На часах 6 утра, проснулась в 4, и сегодня отведу вас в одну из шурмичных, да, кстати, записываю в подъезде, потому что на улице все еще ночь, 1 августа, и, кстати, сегодня полнолуние, возможно, именно поэтому я плохо спала. Давайте я накормлю вас самой вкусной шурмой, вернее, накормлю себя, а вы уже угоститесь потом. Пойдемте. В общем, это мой первый блог в формате конкретно влога, то есть это будут все мои мысли, которые у меня есть в голове. Я хочу вам заснять сегодня дорогу, которая ведет к шурмичной. В одном из своих первых видео еще на канале я говорила о том, что не стоит ходить такими дорогами ночью, но, учитывая то, что сейчас уже 6, а 6 это утро, следовательно, кто-то едет в это время на работу, я пошла по этой дороге смело и даже не боясь собак. Кстати, о собачках у меня тоже есть одно видео, и дороги тут на самом деле жуткие, потому что я успела споткнуться уже два раза. Давайте я вам сниму мой маршрут. Что тут крутого, интересного? Много строечек вокруг. Кстати, вы знали, что я риэлтор? Это на другой страничке, тут не буду об этом говорить. Итак, да, мы с вами находимся в Батуми. Батуми это удивительнейшее просто место, как минимум, потому что тут сочетается много разных черт. Черт, не чертов, ну, кстати, чертов тоже. Вот, например, сейчас я иду по бордюру, на котором интереснейшим образом припаркованы машины, много красивых зданий, и очень много недостроенных, и это все сочетается вот так вот удивительным образом, то есть старый фонд с новым фондом, то есть что-то построенное на частной территории, что-то построено для себя конкретно. В основном все снимают такие эстетические видео, а Батуми, знаете, типа, у нас тут обалдеть, как круто ходят по набережной. Вы вообще видели хотя бы одно такое видео? Вот оттуда, кстати, часто выезжают машины, и вот одна, кажется, хочет туда заехать. И идем прямо. Сегодня хотела поднять тему, во-первых, это вдохновение. Вдохновение и всегда ли оно настолько важно, как о нем часто говорят, как его возвышают, потому что я заметила, что последние несколько дней я пыталась его найти, и не могла сделать две очень важные вещи. Даже не несколько дней, а чуть больше. Одно из них это видео, которое я монтирую часто на канал про прогулки по Газипаше, видео снято несколько месяцев назад. Ну, очень классное, и я его запланировала на каждую пятницу, и мне было легче даже смонтировать другой блок вместо прогулок по Газипаше, представляете? Я не монтировала его именно потому, что мне не хватало того самого вдохновения. Давайте посмотрим, вот тут вот интересные домики. Кого-то это на самом деле может вдохновлять, то есть мы видим то, что сочетается два разных стиля, которые находятся рядом друг с другом. Вот этот дом еще не сдан, его очень часто рекламируют, но рекламируют его не застройщик, а, к сожалению, агенты, потому что с специалистами по недвижимости не работают, но это уже другой вопрос. Тут все наполнено вот такими странными штуками, все заклеено, обклеено, в Москве такое давно запретили, и за такое очень сильно штрафуют, кстати, вот способы контроля. Провода мы видим такие, какие они есть, наконец-таки я вам смогла их показать, и вот такие вот коробки. Все это мы уберем, здесь поставим скамейку. Осторожно детям не трогать, как в мультике про крокодила Гену, тут нельзя делать никакую игровую комнату. Ну, это уж совершенно другой вопрос. Дома строятся, дома возводятся, вокруг очень интересно, все люди разные ездят, и город на самом деле кипит жизнью. Кстати, очень много летом приехало туристов, потому что я приехала еще до начала туристического сезона, и людей было на самом деле мало. Сейчас людей стало гораздо больше, и это не может не удивлять. Ах, эти люди, которые встают рано-рано с утра, на самом деле они только врут вам о том, что они просыпаются рано и действительно этого хотят. Где-то в глубине у них в душе живет маленький-маленький ребенок, который на самом деле безумно жутко хочет спать. Например, мой прямо сейчас просто требует, Даша, уложи меня, пожалуйста. Но нет, 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 я дойду до той самой шурмы. Кстати, тут еще один такой, вроде дострой, а вроде не дострой. Самой главной проблемой... Просто жесть какая-то. Самой главной проблемой Батуми является плесень. Раньше в Советском Союзе, когда Батуми относилась еще к Советскому Союзу Говорили то, что Батуми это мочевой пузырь Советского Союза И это в принципе очень правильно и адекватно Потому что я не ожидала то, что я тут увижу столько дождей Дождь обязательно 3 дня в неделю То есть из 7 дней минимум 3 дня будет дождя Это может быть дождь, который начинается вечером Дождь, кстати, либо идет ночью, либо вечером Очень много чего недодумано И просто находясь здесь хочется спросить Ребята, вы правда Европа? Интересно, меня после этих слов не выгонят? Ну да, кстати, они еще пока не Европа, но стремятся к этому Вот такое интересное сочетание, опять же Двух разных типов недвижимости Вернее, даже большего количества Я надеюсь, вы слышите прекрасным образом тех петухов, которые поют где-то вдалеке Ну все-таки пальмы это да, это восхитительно, удивительно И это безумнейшим образом красиво Недавно в своем ролике про Сочи Восхищалась пальмами Ну как я ими восхищалась? Я просто приложила достаточное количество фотографий с пальмами Чтобы вы почувствовали то, что я действительно их люблю Мусорки и вонища Да, есть такой большой минус Каждый раз, когда идешь по этой дороге, вспоминаешь Но это, кстати, не самое жуткое, что тут есть Гораздо жучее Это, например, то, что после дождя тут иногда пахнет говном Но это, на самом деле, только потому, что Очень плохо налажена система канализации Кстати, такая же проблема присутствует в моем любимейшем Сочи И с этим никто никак не борется То есть, если с этим не борются там, то уж чего вы хотите от Батуми Батуми – это город, в котором проживает по одним из данных Чуть меньше 120 тысяч человек Может быть, сейчас эта сумма, это число и отличается Там, кстати, тоже одна строчка Получится приблизить, интересно Да Не все из этих строек хорошие Некоторые начались недавно Некоторые строят новые застройщики Тут обычно около этого магазина заряжают Теслу Да, электромобиль Электромобили тут есть, где заряжать Но, видимо, дешевле заряжать в своем собственном магазине Или просто удобнее, чем заряжать на парковках специализированных Специализированные парковки есть возле магазина, который называется Metro City Очень классный магазин В плане он один из немногих нормальных торговых центров Тут недавно снесли два дома Собираются делать новый То есть, ну, землю выкупил застройщик Но пока неожиданным образом тут сделали парковку Ля-ля-рам Идем дальше Это видео я, вероятнее всего, буду прикреплять сплошняком А если вам такой формат не понравится Пишите в комментариях И вообще, чтобы вы хотели больше всего видеть, слышать И чем хотели бы наслаждаться Кстати, мусор в городе вывозят два раза каждую мусорку в сутки Ночью где-то около трех часов И днем где-то ближе к вечеру И все равно он есть Но это как бы проблема того, что люди мусорят в первую очередь Естественно Провода сопровождают нас на протяжении всей дороги И навстречу идет вот такие милые собачка Собачка А, даже две собачки, да, я не ошиблась В Грузии очень гостеприимные и добрые люди И очень... Для некоторых покажется то, что навязчивые Но я бы так не сказала То есть, если брать именно коренное настоящее население Они гораздо приятнее приезжих Они гораздо приятнее, потому что они интеллигентнее Они даже выбирают обороты культурнее Чем те, кто приехал и просто гадят Есть, да, на самом деле, наверное, вот этот вот мусор Это часть насаженной культуры Это недостаток воспитания, который как раз-таки появился Из-за насаженной культуры Вот так я бы сказала Там ко мне успел пристать мужчина Со мной только что успел познакомиться с мужчиной Ну, как познакомиться? Я с ним не знакомилась Он со мной познакомиться пытался У него, конечно же, это совершенно не вышло Потому что я не знакомлюсь Вот Но Люди-то все-таки душевные, да? Еще одна строчка И вот мы подходим к той самой шаурмичной Первое – это ресторан Costa del Mar Ну, туда ходят люди И второе – это шаурма, моя шаурма Сегодня тут все как-то ярко подсвечивается Даже что-то убирают Вероятнее всего, они совершенно не ждали гостей в такое время Давайте же перейдем все-таки к решению Одних из самых важных проблем Всегда ли вдохновение настолько важно Или иногда из-за его отсутствия Можно случайно потратить весь свой капитал И потом не добиться совершенно ничего Только представьте Вы заработали денег, которые… Или накопили Которые должны стать вашим первоначальным капиталом Но что-то идет резко не так И что? Вы ничего не делаете А в момент, когда вы ничего не делаете Знаете, что происходит с деньгами? Они текают медленно сквозь пальцы Именно так Поэтому нужно просто начинать делать И не думать о том Как это будет сделано Иногда сделать как-то лучше, чем не сделать совершенно никак Вы только представьте Это действительно получилась просто одна из самых быстрых шаурм в моей жизни Мне сделали вот такое вот милое сердечко То есть сердечко, что-то из него потекло Так Отдельно положили перчик Потому что сегодня я спросила без перца Тут используется вместо перца халапеньо Вот такой перец Если это тот же самый перец Извините меня Ну и, конечно же, шаурма Шаурма тут безумно вкусная Я хочу ее попробовать специально для вас Чтобы оценить, насколько классная она вышла сегодня Конечно, вполне возможно то, что я как человек, который безумно хочет кушать Чувствую чуть вкуснее все вкусы Но это просто божественно Это вкуснейшая шаурма, которую я пробовала в жизни Ладно Давайте поедим Давайте продолжим Шаурма была безумно вкусной Вы видите по моей улыбке И все меня безумно порадовали Просто кайф То есть заряженные добрые люди Есть еще одна шаурмичная Я раньше, ну как, первые два месяца предпочитала ходить туда Но там к продавщице боишься подойти Потому что она такая Вот, знаете, люди с неприятным лицом Вот, они отталкивают от себя И вот там все такие Там был одно время очень веселый повар Который по-грузински и по-русски выкликивал номер заказа И у них было очень много заказов Но потом мы взяли и обнаружили там таракана Таракана не где-нибудь, а прямо в шаурме То есть мне, мне, мне Ну, конечно, кому же еще Попался таракан прямо в шаурме Маленький такой тараканчик Усатый, полосатый Ну, что поделать? Стали просить возвращать деньги Говорят, переделаем Зачем мне переделать? У вас все в тараканах, если у вас уже в одном месте есть таракан Как говорится, не смотри в еду, которую ешь Особенно если это шаурма Впереди нам встречаются интересные люди Которые куда-то спешат В такое раннее время Видимо, на какой-то работой Голубя, 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 голубя Не догнала Ну ладно, в принципе, как всегда Зачем пытаться догнать голубя? Вот, теперь, когда уже рассвело Я вышла на более красивые улицы Уже в Батуми обалденно На самом деле в Батуми классно Здорово, особенно когда ты сытый Самое главное быть сытым и сытым не тараканами Говорят, вот это вот хорошее заведение Оно вот там находится Когда-нибудь и туда сходим Посмотрите просто какая панорама Аааа, кайф Кайф, 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 кайф Я тут на самом деле наслаждаюсь Есть определенные недостатки Недочеты, скажем так Но это мелочи Где, скажите, в каком городе не капает вода От кондиционеров Или где какой-нибудь алкаш не оставил свою бутылку Аптеки здесь есть очень хорошие Есть такие среднички Средненькие Ну, в принципе Все продукты найти можно Абсолютно все Оп! А вот марки 24 на 7 Купим водички Потому что у них все-таки острова-то чуть-чуть соус Вот мои друзьяшки Давайте сначала на них посмотрим Голи-голи-голи-голи-голи-голи-голи-голи Видимо, я говорю не как Голи Просто не стали убегать Пока просто снимала Стояла предыдущий кадр для вас На меня накапала пару капель Ой, кондиционеры-кондиционеры Понравился вот этот вот дом Смотрите на него Сейчас поближе сниму Мы идем по улице Которая ведет напрямую к морю Просто сниму для вас море Чтобы вы могли понаслаждаться Вот так выглядит конечная дорога к морю Около него уже гуляет много людей Кто-то бежит со своей прогулки На часах сейчас Почти половина седьмого уже прошла Ну, странно сказала Наверху вот там, если вы обратите внимание Большая хинкалина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот он Батуми Кто-то здесь счастлив Кто-то здесь находится по вынужденным обстоятельствам У всех свои причины Кто-то живет в этом городе И наслаждается Действительно, каждым днем наслаждается А кто-то поел и рад Ни на что не намекаю Вот Люди уже купаются И это невероятно круто Кстати, а вы знали то, что из Батуми видно Сочи? Да-да-да Именно так 200 километров Всего лишь 200 километров до Сочи Это просто удивительно Ну, давайте на этом завершим Сниму для вас море Так что Если вам понравилось это видео Пишите комментарии, что вам конкретно понравилось Что бы вы хотели, чтобы я повторила в этом видео Сняла в следующем, возможно, какой-то обзор на еду Или прогулку по городу Ну и ставьте лайки Пишите ваши комментарии Подписывайтесь на мой канал Меня зовут Даша Сорокина Всегда рада принести вам радость Субтитры сделал DimaTorzok 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 Завыла сказать Шурма стоит 10 лари И мне кажется, она однозначно стоит того Потому что, кстати, дешевле вы тут не найдете Субтитры подогнал «Симон»